привет друзья меня зовут нина бергман и я очень люблю говорить о парфюмерии сегодня я первый раз снимаю слепые затесты зося иди сюда будешь мне помогать поддерживать меня да давай скажи привет все будет конечно же со мной да я очень рассчитываю твою помощь но прости пожалуйста сегодня я снова буду брызгать здесь да увы прекрасная девушка юля из австрии прислала мне целых 10 ароматов на слепой затест юля спасибо тебе огромное я конечно же с этими ароматами очень долго ходила очень долго пыталась понять долго разнашивала но честное слово не подсматривала все это пришло в таких вот огромных пробирках я надо сказать порядком порядком отлила вернее выбрызгала использовала на тестирование и поэтому это была очень хорошая идея прислать действительно такие большие пробирки были присланы также вот такие вот бумажечки сложенные я не подсматривала честное слово все пробирочки после того как я сниму сегодняшнее видео я положу обязательно в наш пакет путешественник поэтому кого есть желание присоединяйтесь бесплатно инициатива блуждает у нас по германии такой пакет путешественник в котором лежит очень очень много отливантов которые можно совершенно бесплатно тестировать как подключиться к инициативе смотрите ссылочку на стрим которая проводила недавно там очень подробно обо всем рассказывала ссылочку оставлю в описании к этому видео присоединяйтесь буду рада юля несмотря на то что ты в австрии конечно же я отправлю следующий пакет путешественник обязательно тебе для ознакомления с другими ароматами как я уже сказал ароматы я разнашивала достаточно долго сделала себе пометки ну естественно сейчас все равно все их нанесу еще раз ну что друзья поехали мне конечно это все очень волнительно делать первый раз ну в конце концов мы же просто играем уже просто развлекаемся и я надеюсь что вам в любом случае будет весело в процессе процессе моего позора итак пробирочка номер один пробирочка номер один кстати вы опять сейчас слышите тык дым это кошка играет с очередной игрушкой пробирочка номер один чувствую фиалку я здесь прям вот сейчас чувствую фиалку хотя до этого написала себе совершенно другое написала себе что это классика цитруса на серьезной базе а потом спустя минуту выходит что-то фруктовое возможно груша фруктовая сладость потом усаживается остается кремовым компотиком люкс очень меняется я написала себе что это может быть какой-то классический одеколон но честно ребят сейчас я одеколону почему-то не чувствую совершенно я чувствую скорее что такое фиалковое достаточно сухое достаточно строгое ирисовое даже не побоюсь этого слова в общем очень очень интересно ну да вот изначально мое предположение было что это какой-то классический колоний но это не колоний я не знаю каким образом я пришла в колонии сейчас кстати открою бумажку и там будет написано на колоний фиалка фиалка ирис аромат достаточно сухой сдержанный такой как аромат для себя такой знаете аромат внутреннего стержня что ли но я подозреваю что он достаточно близко к коже сидит красивый красивый ну цитрусы здесь тоже какие-то есть по моему не зря я все-таки написала но вот не знаю что с ним будет через минуту пока он кремовым компотом не усаживается я предположила что это что-то люксовое хотя учитывая то что он очень сильно меняется может быть даже и нет может быть действительно что-то из видите я с винтажом тоже плохо знакома хотел сказать что-то из винтажа но я даже не знаю что почему-то мне хочется отнести этот аромат в сторону герлен вот куда-то туда может не знаю почему почему пришел в голову герлен и вообще плохо знаю марку в общем ребят вот такие предположения ну скорее всего окей будем говорить что это люкс будем говорить что это фиалка ирис цитрусы все-таки что-то чуть-чуть с налетом ретро как мне кажется вот вот сейчас начинает проступать что-то фруктовое вот пошло пошли больше фрукты это фиалковость и пудровость ирисовость ушла ну или почти не ушла конечно совсем но отступила скажем так и пошли вот какие-то фруктовые такие фруктовые нотки ну что посмотрим давайте друзья посмотрим то что предположений по тому что это может быть за бренд у меня нет номер один открываем ухты esprit oscar de la renta 2011 год верхние ноты лимон цитрон бергамот я прямо рада и рис фиалка африканский апельсиновый цвет джасмин тубероза базовый нот гелиотроп бобы тонко мускус серая амбра и ветивер ну с фруктами допустим я промахнулась но зато вы поняли я угадала и рисал и фиалку и их не угадала их услышала это классно это классно oscar de la renta я к сожалению не очень хорошо знакома с брендом я не знаю если у нее бутиковая какая-то линейка но если мы говорим о привычных ароматах oscar de la renta то это ароматы бюджетные для бюджетного аромата это прям хорошо прям очень хорошо действительно прекрасно я даже подумаю о том чтобы завести себе флакон вот буквально как раз я подумываю о том чтобы расстаться с флаконом малинаровской фиалки потому что она для меня слишком сухая слишком сдержанная слишком прям такая ух а вот здесь она как раз не настолько доминирует доминирующая поэтому я вполне могу представить себе такой аромат носить он сдержанный корректный принципе на любое время года я считаю замечательно спасибо огромное очень 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 интересно так блотеры и бумажки буду складывать сюда ну что поехали дальше да извините пожалуйста я совершенно забыла сказать сегодня я рассмотрю только пять ароматов и еще пять ароматов у нас останется на следующий раз вот потому что иначе у нас видео растянется просто на нереальный срок номер два пробирочка номер два так наносим так что я пишу мне сразу показалось что это шипр показалось мне что это шипр показалось мне что я слышу здесь вот эту шипристую конструкцию цитрусы наверху темное достаточно дно внизу и в сердце мне показалось что это груша 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 я сразу предположила что это может быть ну каких шипр из груши я знаю я знаю шипр из груши и от дома сальвадор дали лабель оцелот в общем красавица оцелот и я знаю шипр с грушей шипрессим из бутиковой линейки мюглер да вот но мне кажется что это не то и не то что это не красавица и оцелот и это не шипрессим потому что вот сейчас уже как такового шипр то я в общем то и не чувствую уже щепишу вылезают цветы фрукты чуть горьковатый чубушник и немного он мылится что меня наводит на размышление о том что здесь есть какие-то альдегиды вот и потом по прошествии времени я написала себе здесь шанельевская база и поставила вопросительный знак очень 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 интересно что что такое может быть почему-то я была вот уверена что это какой-то шипр но сейчас уже нет я не знаю что случилось почему мне сейчас совершенно изменилось восприятие по сравнению с тем моментом когда их разнашивала вынашивала я не один день их что-то здесь тоже есть очень свежие не роли или не роли или не роли не знаю как правильно потом обязательно есть здесь ваниль как мне кажется то что такая вот приятная сладковатость может быть это что-то из шелемаров я шелемары тоже знаю достаточно плохо не классический шелемар не фильтр конечно а вот может быть какой-то там люмьер или суфель незнакомый с ними вот достаточно хорошо но вот может быть что-то такое как-то туда еще если поставила вопросительный знак что-то пятеркообразное средние ноты ирис фиалка ну нет это не пятеркообразное мне кажется нет в общем хорошо что-то шелемара подобное возможно ваниль груша цветы альдегиды вот делаем ставку делаем ставку господа вот сейчас прям замыливается тоже прям так хорошо замыливается ну что проверяем барабанная дробь номер два ух ты каландре пакорабан 1969 год верхние ноты альдегиды зеленые ноты бергамот я сказала не роли но оказался бергамот средние ноты розы ландыш куренирис герань жасмин и гиацинт ничего не назвала базовые ноты дубовый мох ветивер мускус сандал и амбра ну вроде как присутствует вот это по крайней мере шипристая база вернее шипристая конструкция уже радует хотя я скачала сказала да шипар потом сказала нет не шипар фруктов здесь тоже никаких нет хотя мне показали здесь эти фрукты ну спасибо хоть цитрусы разнюхали и альдегиды и на том спасибо ну и дубовый мох в базе тоже был интересная вещь очень интересная на самом деле вот я даже не назвала такую версию что это может быть винтаж потому что я скорее делала ставки на какие-то более современные фланкеры шелемара нет это не звучит винтажно ребят это звучит мне кажется очень интересно и вполне себе современно совершенно не винтажно ну вероятно конечно конечно же конечно же аромат перебрали да но это прикольно это прикольно чуть-чуть кремово вот сейчас становится все таки я уверенно чувствую здесь фрукты не знаю почему интересно прикольно спасибо огромное за знакомство прям прям интересно ну что ну что третий аромат третий аромат что-то мне уже опять полетело ну вы понимаете да что если у меня ничего не падало значит считай Нина и не снимала ничего третий аромат номер три не перепутать до пробирочки так и третий аромат у нас я не знаю что происходит сегодня но мне почему то здесь практически в каждом аромате мерещится какая-то классика здесь цветы сладкие цветы мне кажется здесь есть и ланг здесь есть ваниль или бобы тонко я не очень хорошо умею различать эти две ноты отличать их друг от друга ну вот что-то или одно из этого или оба обе этих ноты есть пишу цветы жасмин и ланг кремовая сладость да действительно аромат очень кремовый очень мягкие цитрусовые тоже есть но не цитрусы плоды цитрусы цветы вот опять же я бы сказала что здесь есть какие-то нероли или бергамот я уже как бы не берусь утверждать но что-то такое цветочно-цитрусовые есть и потом вот это вот все уходит вот в такую мягкую мягкую кремовую цветочную базу что-то вот вы знаете похоже в сторону ванклифф энерпельс ванильной орхидеи но это не он потому что ванклифф энерпельс он более мягкий более тихий а здесь он такой достаточно яркий достаточно громкий вот сейчас опять пошли альдегиды у меня такое ощущение прям нет это не ванклифф однозначно может быть это что-то из бутиковой шанель я не очень хорошо знакома с маркой что-то вот такое пудровое кремовое мягкое сладкое нет нет мне кажется не шанель мне кажется все блогеры уже повторили но я еще ни разу не говорила можно я это скажу пожалуйста это точно не шанель лена хранительницы и корей спасибо тебе огромное за этот мем это просто крутая фраза очень давно мечтал ее произнести я это сделал вот значит мне кажется что это не шанель здесь есть мягкие кремовые цветы сладкие я делаю ставку на иланг на ваниль и бобы тонко в базе мягкий кремовый пудровый достаточно аромат уходовой косметики ну рискнем рискнем у меня уже руки дрожат ребят честно говоря так что же это что же это понятия не имею понятия не тайнден айч лоренцо виллоресте 2000 год верхние ноты пудра роза иланг иланг жасмин ура средние ноты роза бобы тонко цветочные ноты и жасмин ура базовые ноты гелиотроп мускус роза сахар и жасмин сахар серьезно прикольно вот он такой здесь не прямолинейный очень интересный цветочный аромат ну что мимо у меня с цитрусами я сказала что здесь цитрусовые цветы есть но белые цветы есть пожалуйста не не рушь мне слепые за тесты у меня еще два аромата впереди ничего позориться и позориться но в принципе ребята ну что я сказала что пудровый я сказала что иланг иланг я сказала что бобы тонко или жасмин или ваниль в общем-то вполне неплохо вполне неплохо но аромат прикольный аромат прикольный теперь конечно же прочитав что здесь есть пудровые ноты я их прекрасно слышу я могу немножечко такой провести параллель с ароматом немецкого filion fill которая недавно попробовала бон бонжур пель как-то так он называется вот там тоже такие очень приятные пудровые цветочные нотки неплохо я с удовольствием его еще разношу вот этот аромат я прям разношу так следующий аромат мне кажется я угадала я его не буду наносить и я прямо говорю что этот аромат я угадаю с одной ноты я его нанесла и я его вдохнула и мне кажется я его угадала и если я не угадала то позор на мой нос позор на мой нос я считаю что это бакараруш причем мне даже кажется что это бакараруш в концентрации экстракт почему я так уверена потому что у меня есть коллега подруга соратница девушка которая носит бакаруруш экстракт часто много с удовольствием и мне на ней он она нравится она нравится и поэтому я берусь утверждать что это именно она давайте не затягивая и не размазывая попробуем нет ребята ребята это не бакара это круто это не бакара это манталь сэншуал инстинкт 2019 года но Юля подписала специально для меня Юля спасибо тебе большое ты сейчас просто спасла мою репутацию ты это понимаешь типа один из вдохновленных бакарой это реплика ура Юля ты только что спасла меня пост верхняя нота обжаренный кофе средняя нота пролинейроза базовая нота дубовый мох амбра кедр не чувствую здесь ничего кроме сладких петушков именно вот этого жженого сахара ура ура ну правда вот эта вот твоя приписка это вообще просто вот реально сейчас спасла меня иначе я думаю ну как так я с одной ноты вообще угадала аромат я была самой так горда это не он но это все таки оказался ну реплика реплика засчитывается и пятый аромат последний на сегодня ребята это очень 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 интересно что же я сегодня здесь услышу потому что судя по всему то что я слышала до этого просто не считается вот этот аромат я сразу написала себе нравится это кремово ярко цветочно опять же мыльно я говорю мне сегодня альдегиды мерещатся везде ну кроме вдохновленного бакарой аромата фруктовый старт что-то похоже опять же на грушу на фрезию ну вот груша тоже мне сегодня преследует просто а в базе открывается приходит красивый жасмин с горечью наверное все таки чубушник вот как то вот так то есть что это может быть у меня опять же нет ровно никаких предположений я не знаю что это может быть я делаю ставку на то что это люкс такой хороший свежий добротный свежий в смысле аромат звучит свежо а не в смысле выпуск последних последних лет действительно вот очень прикольно кремово но в то же время ярко цветочно чуть-чуть с горчинки то ли полы может это быть то ли чубушник действительно ну и возможно фрукты здесь тоже есть никакой горечи ничего здесь я не чувствую сладость здесь есть но сладость скорее все таки вот такая цветочно-фруктовая нежели ванильная поэтому говорю что ваниль здесь ну я не чувствую по крайней мере и альдегиды альдегиды мне мылится но я не знаю мне сегодня мылится все практически так ну что последний последний отливантик достаем разгадываем тюльпан и мимоза браккар 2018 год это из-за их линейки аромата природы вот не угадала ничего ничего верхние ноты лист банана черный чай танжерин средние ноты тюльпан мимоза орхидея базовые ноты мусс кокосовое молоко нет я сказала груша я сказала жасмин чубушник ничего этого здесь нет а лист банана я наверное приняла за фрукты вот ну как то так ну или кокосовое молоко ну в общем ну по направлению вот это вот кремово ярко цветочно мыльно ну вот мыльно тоже наверное не угадала ну вот ярко цветочно кремово танжерин в принципе танжерин да танжерин дает вот такую кремово с немножечкой сладостью точно ну вы знаете это неплохо это прикольно я сразу написала что мне нравится это действительно хорошо я вообще честно говоря вот к этой линейке ароматы природы браккаровской очень хорошо отношусь у меня было два аромата у меня были что-то там смородина и листья томата по-моему я его продала потому что мне ну мне не очень нравится аромат листья в томата он там очень реалистичный ну просто у меня травма наверное из детства и я его не очень люблю второй аромат у меня луговая клубника и еще что-то вот это круто это мне прям очень нравится мы с дочкой называем этот аромат ароматом счастья он нам очень нравится мы им любим палиться перед сном в общем такая прекрасная история вот это тоже неплохо ну как я могла не узнать мимозу вот сейчас я четко совершенно ясно ощущаю мимозу она напоминает мне Джо Малоновскую мимозу порезче конечно но да вот ну конечно же конечно же когда я прочитала ноты я четко слышу здесь мимозу но это здорово на самом деле потому что благодаря вот таким вот слепым затестам у меня так точно очень круто тренируется нос я надеюсь что я теперь ноту мимозы запомню ну что подводим итоги итоги наверное не очень утешительные угадан плюс-минус угадан один аромат реплика да бокары руш два аромата были угаданы примерно направление ноты ну не угаданы угаданы неправильно сказать распробованы правильное направление определено вот и два аромата было не угаданы вообще вот но тем не менее мне доставил этот слепой затест огромное удовольствие оказалось все не так страшно Юля еще раз огромное спасибо грядет вторая часть обязательно я запишу в ближайшее время там немножко другие ароматы очень красивые тоже буду с удовольствием разнашивать пишите пожалуйста в комментариях знакомы ли вы с этими ароматами совпадает ли ваше восприятие с моим хотя вы знаете вот судя по слепым затестам который мне устраивает дочка из моего же собственного парфюмерного шкафа я воспринимаю ароматы совершенно по-другому чем когда держу в руке флакон и знаю и понимаю что это такое поэтому ну вот как то так совершенно странным и непостижимым образом работает наше восприятие но это здорово это классно пожалуйста пишите ваше впечатление пишите ваши комментарии не забывайте пожалуйста ставить лайк и подписываться на канал для меня это очень важно больше 50% моих зрителей смотрит канал без подписки конечно же мне будет очень приятно если вы на канал все таки подпишитесь и если вы еще и напишите комментарии это вообще будет просто здорово супер потому что это способствует продвижению канала и мне будет очень приятно если вы это сделаете друзья еще раз огромное спасибо за внимание и до новых встреч пока пока